Всем привет! Сегодня я хочу записать новый урок по марионеточной анимации. Сейчас расскажу подробности, но сначала быстро расскажу, чем я делаю и как, чтобы не задавали лишних вопросов. Это версия Flash CC, по-моему, 2014 года выпуска. Я рисую на графическом планшете Vacuum Intuos 4. Это, сразу хочу сказать, планшет, не на котором можно играть в Angry Birds, а который как бы... У него нет экрана, у него есть просто рабочая область. Вот тут кнопки находятся, ручка без провода. Мы рисуем, и это как бы наподобие мы управляем курсором на мониторе. Только он еще фиксирует силу нажатия и угол. Вот, ну, угол я не использую, вот, только силу нажатия. Ну, это и так, по-быстрому для тех, кто иногда переспрашивает. Вот, ну, скорее всего, 90% все это все знают. Вот, Flash скачать я где-то не знаю, скорее всего, он есть на сайте Adobe. Вот, и, в общем, приступим сразу к теме урока. Я уже делал как-то урок про анимацию марионетки, как бы, игровой. Вот, делал я такого... Там был такой, как бы, уорк или гоблин, не знаю, как назвать. Он был в изометрии. Вот, там с топором, по-моему, я рисовал. Вот, сейчас буду делать, как бы, наподобие персонажа боком. Как в Mortal Kombat. Взял я за основу, отгадайте кого, Скорпиона. Вот. У меня там один парень спрашивал по Скорпиону, вот, вопросы задавал. И я, в общем, решил взять именно Скорпиона. Как бы, мне, в принципе, без разницы, кого могу из своего придумать персонажа. Вот, ну, возьму Скорпиона, потому что суть, в принципе, одна и та же. Так, я вот, просто нашел картинку. Скорпиона, которого... А, так, давайте сразу, смотрите, определимся. FPS, количество кадров в секунду. Обычно в играх, ну, используют 13. В мобильных играх 15 кадров в секунду. Но мы, наверное, сделаем, знаете, сколько? 25 кадров. Вот, это, ну, используются такие, там, приставки. Вот, для фильмов. Ну, там, E30, конечно, используют еще больше. Вот, размер поставим 960 на 640 документа. Ну, это все, в принципе, по большому счету, без разницы. Вот, сразу я намечу такой, как бы, ринг. Вот, возьму обычный примитив. К примеру, сюда, там, прямоугольник. Это у нас будет пол. Вот, сделаю его таким сереньким. Удалю контур, ну. Вот, ну, пока достаточно. Да, пока достаточно. Вот у нас картинка Скорпиона. Я его превратил в символ. Это F8, горячая клавиша. И сделал попрозрачнее. Вот, ну, нажимаете, выбираете, вот тут альфа. Ну, я там поставил вот такую прозрачность, чтобы было удобно рисовать. Вот, я его поверх обводить не хочу. Я нарисую рядом, как бы, свою версию Скорпиона, потому что я очень сильно не люблю обводить поверх. Например, берем кисточку обычную и, ну, как бы, примерно, примерно рисую того же самого Скорпиона. Ну, просто я его хочу нарисовать сам, не хочу обводить. Может быть, немножко сделаю чуть-чуть более стилизованного. Ну, с менее, как бы, человеческими пропорциями. Так. Ну, на басу ничего такого. Тут пока рассказывать особо нечего. Вот так. Тут у нас... Так, вот так. Набрасываю. Набрасываю. Тряпочка. Тут я расскажу, на какие элементы лучше в таком случае делить персонажа. Как бы, в основном, всегда делить, конечно, лучше на максимально большее количество частей. Но это, соответственно, большее количество слоев, сложнее анимировать. Ну, как бы, больше контроль над персонажем, а значит, как бы, более качественно. Но это, если в двух словах. Вот, набрасываем. Так, тут у нас такие щитки. Так, так, так. Что-то туловище какое-то маленькое. Я не буду сильно заморачиваться, уж сильно заморачиваться, там, на горячих клавишах. Потому что их тут немного. Вот. Их проще выучить самому. Я больше буду рассказывать по технологии. То есть, это не курс для молодого бойца, который первый раз открыл флэш. Это, скорее, урок для человека, который уже флэш чуть-чуть поковырял, потыкал. Вот. И вообще, я вот в основном, сам постоянно смотрю какие-то уроки, спидпайнты. В основном, для меня, они не служат, как бы, совсем прям уж каким-то источником информации. Они больше для меня служат какими-то вдохновениями. И, может быть, подчеркиванием каких-то очень-очень маленьких фишечек всяких. Вот. Наверное, для такого больше и записывается. Вот, для такого контингента. Так, так, так. Вот это маленькая какая-то. Ну, ладно, вот, допустим, мы набросали. Так. Сейчас я его сюда поставлю. Вот нашего пока отодвинуем. Я с него буду брать цвета, поэтому беру прозрачность. Этого выделяю. Так, сейчас еще раз посмотрю. Что-то ножки какие-то худенькие, по-моему. Так. Ну, в принципе, не, нормально. Да, нормально. Превращаю его в символ F8. Делаю попрозрачнее. Вот. Там увеличиваю чуть-чуть. Замыкаю слои. Еще чуть-чуть увеличу. И чуть-чуть более детально прорисую. Блин, тут немного непонятно, как у него идут. Ладно, я буду рисовать, как мне кажется. И вообще без разницы. Примерно. Там вот это щиток. Тут, допустим, будут два ремешка. Но тут их, может, не видно. Там какие-то полулосины непонятные. У меня нет задачи создать полную копию Скорпиона. Так, так. Так. Так, так, так. Так. Так, так, так. Так, 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 так. Так, так, так. Так. Кстати, кто если жалуется на звук, парни не знаю, что делать, я уже пробовал и дорогой микрофон, то ли у меня звуковая карта какая-то непонятная, то ли какие-то драйвера, звук всегда получается одинаковый. Хоть ты записывай с ноутбучного микрофона, ну вот я работаю на ноутбуке, вот хоть с ноутбучного микрофона, хоть с Apple наушников, хоть с микрофона, но такого у меня есть, когда-то давно покупал, но не студийный, но такой он нормально стоил, не помню, допустим, тысячу, такой большой микрофон. Так, то же самое, звук получается одинаковый. Так, 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 так что я не знаю, что делать с звуком, если кому не нравится, ну либо терпите, либо, либо не терпите. Так, так. Так, побыстрому набрасываю. В принципе, набрасываю как бы все то же самое, но менее в таком хаотичном порядке. Так, тоже щиток какой-то. Так. Так. Так, 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 так. 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 Ну да, допустим, допустим, нормально. Вот. Еще раз превращу в символ, F8, альфа, все, понеслась, рисую чистовую. О, сохраняемся. Так, на рабочий стул. Скорпион. Скорпион. Скорпион, да, или Скорпион. Ну ладно. Беру линию, смотрите. Карандаш вот обычный. У меня тут стоит вот такая штука, можно на такую, в принципе, тоже поставить. Ну, мне вот этой достаточно. Это, как бы, количество точек в проведенной линии сколько будет. Это вообще, как бы, мало. Это, ну, среднее. Это, это совсем, как бы, линия будет повторять движение руки. Ну, я что-то среднее ставлю. Свет чисто черный, прозрачность 20. Я привык вот на таком рисовать. Теперь, смотрите. Теперь уже пошли нюансики. Вот. Ну, давайте я вам расскажу, как я буду его делить сначала. Обратно на кисточку переключусь. Смотрите, вот будет 1 часть, 2 часть, 3 часть, 4 часть, 5 часть. 6 часть, 6 часть, 7, 8, 9, 10, 11. Ну, это предположительно. Потом посмотрим. 12, шея, 13. Потом вот та штука. Там 14, 15, 16, 17, таз 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24, 25. Ну, вот, примерно на 25 кусочков. И начинаю рисовать каждый кусочек. Беру карандаш и, оп, линию самую тонкую. Оп, оп. Смотрите, с карандашом я промоздыкался, как бы, очень много. И понял, что лучше всего рисовать, как бы, не вот так. Вот, рисую, 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 рисую. А такими, как бы, отрезками. Тогда линия лучше всего получается. Вот. Такс. Теперь, допустим. Для повязок. Хотя у него их там вроде нету, ну, ладно. Так, у него тут все черный. Потом, ну, и такой. Ладно, этот оранжевый пока не буду. Вот. Смотрите. Вберем, выбираем цвет. Допустим, вот такой, почти черный. Заливаю. Тут, допустим, будут вот такие, ну, повязочки. Теперь убираю все хвостики. Просто стрелочкой на них нажимаю и долит. Долит, 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 долит. Долит, 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 долит. Смотрите. Вот у нас одна единичка почти готова. Я превращаю символ F8. Захожу внутрь, создаю тут новый слой. Это делаю, как бы, ну, контуром отображения. И нарисую ему щиток вот этот. Так. Так. И так. И, допустим, вот так. И закрашиваю. Ну, сейчас пипеткой лучше возьму. Отсюда. Ой, какой-то... Ладно. Закрашиваю. удаляем хвостики возможно урок я сегодня не запишу весь я хочу как смотрите сделать очень важная информация блин надо было раньше сказать я хочу короче сделать такую тему что все основные движения что были так сейчас еще зайду немного усложню что были все основные движения там допустим стоит прыгает и пару эффектиков там ну притягивает вот это притягивал к которой он притягивает и может быть какие-нибудь не знаю там огнем стреляется но в общем посмотрим короче хочу несколько движений сделать но но не несколько основные так смотрите беру карандаш ставлю ему другой цвет сейчас увидите для чего да я как бы для блика беру здесь пипеткой цвет так беру пипеткой цвет делаю светлее делаем как бы плечок теперь двойным нажатием вот выделилась красная то есть черная не выделилась потому что друг другого цвета линия была если бы карандаш был черный вот я проведу и нажму два раза то выделились бы все за чем цепляется как бы если того же цвета линия вот смотрите хочу сделать основные движения но так как это довольно таки долго поэтому урок я буду разбивать на много кусочков ну как намного на несколько завтра день рождения буду там мне уже пора как бы готовится вот и поэтому наверно сегодня все не запишу может быть даже не выложу этот урок может выложу посмотрим в общем любом случае будет несколько уроков серии как бы нашего персонажа в нем изометрия как бы боком вот рисуем кулак допустим такой вот закрашиваю на новом слой естественно рисовал нашим серым цветом так 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 сейчас скрою пока эту штуку удалю хвостики удаляю вот тут где у нас кулак соединяется с рукой я тоже удалю линию ну вот тут достаточно потому что но это на сером допустим ее видно не будет какой-нибудь светлый был свет было бы видно вот эту линию контур так так нормально так беру сейчас кулак чуть повыше этот же серый цвет но его там кожа через палец как-то идет типа это перчатка так допустим ну я говорю я не гонюсь за полные копии просто чуть-чуть более-менее что было похоже так у него там вроде щиток конечно был на руке так ладно короче ну вы поняли тут цвет кожи так допустим такой так f8 центр сюда вот у нас уже два кусочка и так каждый кусочек да да так тут я поставлю контур нарисую новый кусочек так вон ту часть руки как бы заднюю так вот нарисовал теперь смотрите я сейчас пока отодвину вот эти два я сделаю таким образом сделаю небольшой градиент теку тело закрашу чтобы рука как бы не путалась со серыми вот здесь вот эти серые будут чуть чуть светлее поэтому чтобы вот здесь рука плавно выходила в этот цвет а здесь плавно ходила в цвет вот этого серого у меня будет градиент от вот этого серого до вот этого но чуть-чуть светлее так убираем замочек такой вот вот может в итоге я потом чуть-чуть изменю цвета но пока так так то тоже убираю линию где будет привыкаться к телу хотя тут будет заграживать это повязка но все-таки так часто чуть-чуть другого цвета в одну чтоб линими до конца выделялась вот сделал вот у нас запчасть смотрите я ее выделяю и уже видите она чуть-чуть вверх смотрит я ее сначала поверну чтобы она максимально горизонтально было даже еще чуть-чуть поверну превращу в символ а только потом поставлю назад желательно чтоб все запчасти у персонажа были были либо как бы параллельны либо горизонтально лежали либо вертикально тогда будет проще анимировать вот поверьте моему опыту а это наверное еще где-то всплывет так я тут понял что тут хвостики не все удалены ладно может он и осталось вот видите как бы плавно чуть-чуть ходит вот такая фишка получилось плывем дальше будем рисовать туловище она будет ниже 5 делаем контурная хотя нам вот эти два вообще не нужны только рука так чуть-чуть отдалюсь и рисуем туловище черным опять так туловище у нас будет вот тут раз 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 как бы меньше чуть-чуть чем повязки да 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 и вот так заканчивается все запчасти желательно чтобы находились нахлёстом то есть таз будет находить на туловище туловище будет находить на таз вот так же как и рука находит на туловище удаляем хвостики этот пусть так туда же важно пару складочек ладно так вот этот берем цвет так как он символе берется не градиент а именно тот который тыкнули так закрашиваем ну туловище допустим нормально стоит 8 enter ставим сюда центр вот что получается пока так рисуем теперь повязки ну не повязки а вот эти как бы фартук так я их сразу все нарисую наверно а потом сразу все закрашу понеслась это допустим здесь так это почему рисунок на одном слой потому что я рисую запчасти которые не касаются друг друга так тут вот эти у него квадратики так 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 и вот так и вот так и у него свой тоже квадратик раз раз теперь вот это так 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 вот почти впритык логично ладно так 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 и вот это превращу в эти как бы чтобы лучше было видно что я рисую так так это сюда сюда нахлестик квадратик Ой, заходит, блин, эту запчасть на новом слое, докоснулась готовы. На этот слой переключился и тут вот так. Ладно, давайте пока закрасим то, что есть. Вот это у нас желтый. Так, это что, туловище? Туловище. Замыкаем квадратики сначала. Теперь вот эта серая часть возьмем от туловища серой и сделаем его темнее. Вот. Теперь, так, видите, квадратик, вот тут огромное расстояние, непорядок. Значит, так, вот этот квадратик поднимаем выше. Да, вот этот серый промежуток закрашиваем. И вот этот выше. Ну, более-менее асимметрично. Вот менее. Так, теперь давайте поудаляем хвостики. И вот эти контуры, которые будут заходить на другие детальки. Так, удаляю хвостики. Тринг-тринг-тринг-тринг-тринг-тринг-тринг-тринг-тринг. Так, следующий. Удаляем, удаляем. Блин, вообще разные детальки получилось. Что-то мне надо было получше прочерпеть этот момент. Как быть. Ладно, тут удалю. И вот так. Угу. Так, так, так. Так, так. Так, так. И тут. А вот здесь будет дырка, скорее всего. А нет, дырки нет. Ладно, короче, пока. То есть пока так. Потом я с чего разберемся. Какий-то мусор. Так. Так. Ну, превращаем F8. Вот этот я, наверное, поверну. F8. Потом повернем обратно. Дальше. Повернем. Чтоб, ну, на вертикальне как бы был F8. И этот поверну. F8. Потом обратно поверну. Так. Теперь вот этот тоже поверну. F8. Этот в эту сторону поверну. F8. Вот там мусор был. Видите? Выходим. Так. Теперь давайте их поставим. Туловище я пока скрою. Магнитик, что ли? Нет, нет магнитика. Чтобы появились вот эти маркеры, нужно нажать Q. Чтобы они убрались, нужно нажать V. То есть, смотрите, Q, V. Q, V. Вот. Так. Так, там что, контур не удалил. Да. Тут, видите, уже идут маленькие обестаковочки. Но это мы сейчас подправим. Вообще, на самом деле, это мелочь. Так. И вот тут контур. А нет, не было его, да? Почему так кажется? А, вот был. Так. И теперь чуть-чуть поподгоняем. Найдем внутрь. Чуть-чуть так раз. Внутрь. Чуть-чуть так. Раз. Вот, ну нормально. Вот у нас уже что получилось. Так, вот эта рука будет под фартуком. Ну вот эта часть руки. Но это уже... Сейчас разберемся. Так, дальше рисуем. Пока я сделаю контуры. Так, видите, там часть торчит. Вот, берем ее вот так. Хубана. И закрашиваем в еще более темный. F8. Так, давайте теперь пока соберем по слоям. Смотрите, я беру все. Видите, у меня на разных слоях. Превращаю в F8, в символ. Потом нажимаю Ctrl-B. То есть, обратно, ну, разгруппировал от символа. Но уже все получилось на одном слое. И теперь подрегулирую правильно. Ctrl-B вниз-вниз-вниз-вниз-вниз-вниз. О, блин. Так, чего мне ставится? О, ставится. Ctrl-V вниз-вниз-вниз-вниз. А, блин. А, туловище. С туловищем не объединили. Так, заново. F8. Ctrl-B. Эту деталь Ctrl-вниз-вниз-вниз-вниз. Вот, назад загнали. Теперь вот эту часть руки Ctrl-вот. Еще ниже. Вот, теперь правильно. Вот такой пока персонаж получается. Вот, замыкаю. Все пока на одном слое. Рисуем дальше. Блин, уже что-то долго получается. Ну, ладно. Мне на самом деле нравятся больше не ускоренные уроки. И люди пишут некоторые, что им тоже нравится, что я записываю иногда не ускоренные. Как бы, кому будет сильно скучно, можете подмотать. Так. 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 Ну, допустим, нормально. Следующий слой. Хвостики. Так. Теперь у него ремешочки. Хвостики. Удаляю. Так, этот поворачиваю. Символ. Поворачиваю обратно. Отставляю. Хотя надо было не поворачивать. Надо было сначала дорисовать. Ладно. Рисуем теперь эту штуку. У нас там задник ровный. Ровный. Так. Так. Вот. Перетолщинку, чтобы нарисовать. Хвостики удаляю. Увеличиваемся. В норме флеша можно увеличиваться. Ctrl, Alt и колесико выше. Блин. Из-за того, что символ... Вот, смотрите. Ладно. Расскажу, короче, нюанс. Видите, какая линия дребезжающая получается? Это потому, что символ чуть-чуть повернутый. Ему сложно интерпретировать как бы линию. Я могу вот так выйти из него. Нажать правой кнопкой. Показать в библиотеке. Вот шел. Шел из лейбер. Вытащить сюда. Зайти. И теперь тут нарисовать нормально. Так. Так. И так. Теперь выйдем. Этот удалим. Вот тут, получается, уже все дорисовано. Так. Берем, смотрите. Этот размыкаем. Пипетка. Хоп. Закрашиваем. Ладно, там те грани маленькие на глаз. Блин, вот этот треугольничек. Ладно, я его сейчас просто скопирую. Shift-ом повыделял. Ctrl-C. Заходим. Ctrl-V вставили. Вот, допустим, нормально. Потом ремешочки. Пипетка на И. Английская. Так, размыкаем. Такс. Теперь наш вот этот серый. И тут удаляем линию. Так, теперь вот эту руку сразу закрасим. Там она у нас с градиентом мы с вами договорились. И вспомните. Размыкаем. И убираем замочек на градиенте. И закрашиваем. Так, нормально. Превращаем F8 в символ. Зайдем внутрь. Тут повернем. Поставим как бы ровно. Выйдем. Сюда поставим центр вращения. И тут уже переставим. Так, здесь тоже центр вращения. Сейчас у туловища правильно. У этих штучек вот тут будут. У этих пусть там. У этих вверху. У той штуки пусть. Где будет. Где есть. Так, ну там слои потом переставим. Так, едем дальше. Быстрее, быстрее, быстрее. Пока вам не надоело. Пока мне не надоело. Рисуем. Такую таз как бы штуку. Там будут такие как бы пластиковые трусы наподобие. Так, так, так. Нормально. Тут квадратики. Так. Ну, допустим, ладно, нормально. Ну и вообще непонятно. Ну ладно, что непонятно, короче. Допустим, их черная, а эту желтую. Только желтый какой-нибудь другой. О, мы на этой штуке блик не нарисовали. Заходим, берем красную линию. Рисуем вот так. Выделяем этот. Так, ты убил. У меня бывает иногда такой групп. Так, удаляем линию. Так, тут хвостики удаляем. Вот. Сейчас все выделим чуть-чуть поближе к туловищу. И эту сторону. А здесь с зажатым контролом за уголки как бы под ноги больше. Только у него что-то как-то вот эта часть съехала. Несимметрично. Вот. Ее, конечно, будет не видно золотой, ну как бы за навеской. Но вдруг там она иногда будет у нас отклоняться. Вот. Допустим, так. И тут можно, в принципе, вот сейчас цвет пока красный выделен у контура. Такое как бы сделать в эту сторону тоже чуть-чуть светлее. Ну так, объемчик чуть-чуть. F8. Энтер, замыкаем. Теперь занавесочка. Так. Черный цвет контура. Занавесочка. Так. И вот так. Вот так. Ну вот такого же цвета. О, нет. Знаете, как сделаем? Градиентик. От вот такого желтого до почти вот такого. Ну чуть-чуть так изменим, чтобы... Берем замочек. Вот. Ну чтобы чуть-чуть как бы посложнее смотрелось. Тут уберу. Можно даже... Вот так, чуть-чуть сделать складочки. Берем красный цвет контура. Рисуем складки. Нажимаем сюда. Включаем наш градиент. И делаем каждый цвет чуть-чуть темнее. Чуть-чуть. Оп. Удаляем. Вот такая получилась. Штука. Ф-8. Enter. Сюда. Так, идем дальше. Вот уже постепенно вырисовывается наш Скорпион. Фу, блин, как же это долго. Ну хотя как долго. Я у себя на работе некоторых персонажей даже было такое, что и неделю рисовал. Реально, без приколов. То есть... Ну если со всеми правками. Так что... Долго... В смысле для урока долго. С одной стороны хочется, чтобы и красиво было. Ну как бы по качественнее. С другой стороны хочется, чтобы и вам, и мне не стало скучно. Приходится как бы все время балансировать. Я вот не знаю, как бы... Как сделать подольше, записать гигов побыстрее. Блин, еще хоть бы запись шла. Иногда бывает такое, что и глючит. Так, 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 так... Знаете, я придумал. Я должен и запись проверить, и сходить на перерыв. Наверное, сделаем паузу. На один урок не получится. Просто еще очень много рисовать. Давайте уже уроку закончим. Так. Тут удаляем этот. Тут пупетка. Чуть-чуть повернем. F8. Enter. Центр вращения. Так и так. Давайте быстро расставлю, как нужно. Выделяем всего скорпиона. F8. Enter. Ctrl B. Так. Назад, назад. Ну, это Ctrl вниз на стрелочках просто. Вот. Блин, голову. Ладно, давайте быстро голову. Быстро, 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 быстро. Шею сначала сделаем. Тут на голове тоже будет серый отличаться. Так. Замкнем пока черепушку. Тут, в принципе, сшевелиться как бы нечем особо. Поэтому рисую всю голову, крови, брови. Одним символом. Так. 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 Блин, глаз. сейчас я думаю надо моргать он у нас не будет там блин давайте и бровь уже здесь же че там эта бровь путаться-то будет под ногами так шея у нас будет градиентом вот вот такого серого ночью темнее убираем замочек здесь делаем вот так тут так тут у этого серого вот копирую цвет беру просто пипецка белый цвет что выбрался градиент вставляю цвет и тыкс вот свет кожи свет брови там у него штука желтая да ну допустим пока вот такая сейчас шею символ f8 зайдем выбираем хлястики так ну нормально черепушку символ сейчас у шеи будет центром обращения вот здесь у черепушки вот здесь находим удаляем хвостики так 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 века глаз допустим такой такой другого цвета и тут чуть-чуть там у него такая штука как бы блин блин так ну и как-нибудь так ну и допустим вот так тут допустим день а там еще где глаз должна быть тень вот вот тут желтый светлее потому что тут как бы вверху тут давайте сделаем градиент вот вот такого желтого но чуть темнее как вот так вот как залив выбираем эту тут вот так допустим вот так удаляем все наши красные контуры так так я так допустим нормально что у нас какая-то грустная бровь чуть потемнее наверно потому что бровь не такая злая ладно допустим так о туловище тоже градиент от вот такого серого вот где руки они будут такими же где руки присоединяются до более темного ну чтобы чуть-чуть сложнее казалось вот эти желтые я понял и чуть-чуть к низу более темные потому что вот этим у нас как бы больше к свету развернуты а вот те как бы отвернуты вода ладно ноги нарисовать давайте уже нарисую что уж там будет все в одном уроке так переместили на один слой так и ноги потом что-то закрашиваю сразу чтобы не переключаться все время баночка не баночка так замыкаем Так, так, ремешочки. Ремешочки, обувь, обувь. Так, ага. Размыкаемый. Так, и тут теперь смотрим. Тут тоже будет градиент, я возьму столовище. Как бы, туда ближе к тазу будет темнее. А здесь наоборот. Так, сейчас, так. 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 Цвет наших ремешочков. Так. И цвет. Ого. Теперь этот пока скроем. Вот эти тоже пока скроем. Так. Ф8, Enter. Центр вращения здесь. Заходим. Повернем. Так. Центр вращения. Так. Так. Зайдем. Удаляем хвостики. Вот тут я линию не удаляю, потому что ее все равно не видно будет. Так. Эта нога. Ну, она сразу удалю. Оп. Тут красный. Так. И красный. Так. Поворачиваем. Ф8, Enter. Поворачиваем. Сюда центр. Так. Теперь вот эти. Так. Сразу ноги, короче. Ф8, Ф8. Заходим. Удаляем. 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 Так. Заходим. Удаляем. Удаляем. Центры вращения. Теперь вот эти. Так. Так как у нас там еще такие ощутки, давайте тут поудаляем сначала. пипетку. Так. Ф8, Enter. Ф8, Enter. Ой, в разы случайно нажал. Теперь сделаем вот так. Заходим сюда. Как бы опять контур. И щитки. Так, так, так. И вот так. Тут такая там. Допустим, пролезь. Удаляем хвостики. Я их удаляю. Ctrl-Shift, когда зажимаю, вот так. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Вот она выделяла, потом выделяла. Так, теперь толщинку. Так, теперь здесь. Новый слой. Угу. Это что-то сильно толстое. Вот так. Ладно, допустим. Вот так. И дыночку. Теперь, ага, хвостик. Еще. Теперь, идем за цветами. Так. Вот он цвет основной. Тут уже не нужна. Сюда. Теперь тут темнее. И еще темнее. Светлее. Темнее. 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 Чуть-чуть светлее. Чуть-чуть светлее. Такое. И такое. Так, ну пусть будут без блинков. Теперь давайте объединим F8 в один символ. F, Ctrl-B. Разобьем обратно. Теперь со слоями. Ctrl-вниз, вниз, вниз. Так. Сейчас посмотрим. Эта нога выше. Та ниже пусть будет. Или выше. А на ниже. Но тут тогда контур. Надо. Ладно, пусть так. Так. Теперь две ноги. Туда. Загоняем. Ммм. Чуть-чуть плосковато выглядит. Не знаю. Можно, в принципе, на все нарисовать еще теней добавить. Но не можно и не добавлять. О! Давайте еще сделаем вот такой. Как бы сзади будет болтаться. Правая кнопка. И дубликат. Окей. Так. Тут вообще одним градиентом будет. Без теми. Так. Так. Ага. И она сам вниз. Лена, вообще не так не нужна. Ладно, вообще пусть все не будет. Тут еще на штанах вот такие штучки. Ну ладно, их там прям полностью все повторять не будем. Ту-ту-ту-ты. И давайте нарисуем. Сейчас я этого подвину. Вообще его уберу сюда. Давайте быстро тень. Такой кружок. Удаляем контур. Кружок я с шифтом нарисовал, чтобы он был идеально ровный. Радиал градиент. Тут черный. И тут черный. И вот этому черному. У-блин. У него флеш уже начинает вышнуть. Ноль прозрачность. Так. Ф-8. И складываем вот так. Делаем попрозрачней. Не настолько. Вот так. Поменьше. И на самый нижний слой. Теперь вот наши наброски. Смотрите. Вот наш весь персонаж. Ф-8. Один символ. Вот наш был первый набросок. Да. Вот наш второй набросок. Даже вот так. Это бы сейчас. Риф. Был. И... Ладно. Не помещается. Короче, вы поняли. Вот. На этом данный урок закончен. Вот. Скоро приступлю к анимации. Сейчас подумаю. Подумаю. Вообще вот эти щитки. Так как они отвернуты от солнца. Их потемнее надо сделать. На ногах. Вот этот основной желтый. Да. Сейчас я думаю. Ну да. В принципе нормально. Да. Тогда на этом пока все. Тунь-тунь-тунь-тунь. Тунь-тунь. Тунь-тунь-тунь. Тунь-тунь.